Этой ночью католики всего мира отметили канун Дня Всех Святых и по совместительству главный праздник нечистой силы Хэллоуин. Считается, что в это время ведьмы, вурдалаки, призраки и другие представители потусторонних сил устраивают шабаши. Как раз один из таких шабашей, организованных, конечно же, не монстрами и привидениями, а в основном подростками, в Петербурге этой ночью предотвратил депутат городского парламента Виталий Милонов. Узнав о том, что празднование проходит в парке интернационалистов, где есть церковь и православный крест, установленный в память об участниках войны в Афганистане, Милонов с группой поддержки выехал на место, а по прибытии сразу начал освещать события в своем твиттере. Какая-то дрянь вызывает демонов на фоне креста. Кем же надо быть, чтобы устраивать такое на месте монумента? Милонов потребовал немедленно прекратить, как он вырезался, сатанинский шабаш. Сейчас приедет полиция и найдет и организатора, и сообщников, и поспешников. Рога можете взять с собой будет. Пошли к кресту встанем, а то они опять залезут на крест. После этого Милонов отправил в твиттер еще одно сообщение. Нам удалось остановить шабаш. Силы не равны. Охраняем крест. На празднование собрались от одной до двух тысяч человек. Несмотря на выступление Милонова, они требовали продолжения. Но силы тьмы против силы депутата не устояли. К утру Милонов обещает начать разбирательство, что называется выяснить, кто разрешил. При этом парламентарий напомнил, что в Российском уголовном кодексе предусмотрено наказание за оскорбление чувств верующих. Максимальный срок за это три года лишения свободы.